Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и мы продолжаем проходить игрушку под названием ПАВС. Собственно, перевод лапки. Как обычно, хочется выразить огромное спасибо подписчице Кровацапки за данную игрушечку, за данный подарок. Мне очень реально приятно. Спасибо. Когда мы пройдем эту игру, что я думаю, постараюсь побыстрее отснять для вас все серии этой игрушки замечательной, мы начнем дополнение, по-моему, ПАВС 2 Шелтер, она называется, которую также мне Кровацапка уже подарила в Стиме. Ну что же, поехали, продолжим. Я не помню, честно, на чем мы остановились, но вроде бы как мы с Медвежонком, с нашим новым другом, заночевали в какой-то пещере. Были странные и страшные звуки, отчего мне стало жутко под конец прошлой серии. Но нам не страшны различные трудности. Так, ага, наш росенок проснулся. Нам надо разбудить Мишу. Без Миши, мне кажется, будет очень тяжеловато идти. Друг мой, вставай, пойдем. Пойдем. Мне нравится, как он журчит. Так, ага, следы. Я вижу следы. Продолжим наше путешествие. Надеюсь, что-нибудь новое, интересное, даже страшное, возможно, сегодня будет в этой серии. Нам нужно попасть наверх. Так, Миша уже стоит. Нам нужно прыгнуть на него. Так, отлично. А теперь повалим это дерево. Давай, родной, иди вперед. Он даже уже знает, как будто куда надо идти. Что-нибудь есть из следов? Следы есть, но вот никаких силуэтов нет. Так, хорошо. Вы видели, как Миша поглотил эти вкусные растения? Так. Я слышу прям, как какое-то нагнетение воздуха, знаете, ветра какого-то. Слышите? Иди сюда, ты где? Ты чего? Что ты хочешь? Ты же только что поел. Не говори, что тебя сейчас надо будет кормить. Миша, боже, какой же ты... Вечно у меня голодный, блин. А, ну хорошо, ладно. Хорошо. Как скажешь. Так, нужно принести ему пару вкусных фруктов. Или он сюда пролезет? Наверное, нет. Как я понял, вкусные фрукты нельзя сорвать с этого куста. Но вот здесь вот рядышком есть проход. И, видимо, именно по нему надо забраться. То бишь, Миша наш не сильно голодный. Ну, это очень хорошо. Это упрощает мне задачи прохождения. Да, вот просто сейчас повалим здесь деревья. Наш Миша пройдет. И, собственно, съест все там вкусные кусты. С яблоками, которые здесь есть. Так. Давай вниз. Пойдем. Пускайся. Прыгай. Здесь тебе не будет больно. Прыгай, прыгай. Ну, куда же ты пошел? Иди сюда. Это такие проходы. С яблоками, которые он просто пожирает. Посмотрите. Невероятно. А интересно. Вот он кушает, питается. Он растет? Не знаю. В прошлой серии он был, мне кажется, немножко меньше ростом. Да, он, мне кажется, растет. Посмотрите. Отлично. Отлично. Рост бы еще наш рысенок. Так. Напрягающая музыка, которая меня начинает настораживать по-своему. Так-с. Прошлый раз мы лезли в гору, теперь мы спускаемся. Если так задуматься, локация очень громадная, да? Вроде бы казалось... Игрушечка совсем такая, как бы... Занимает немного места. Кажется, что прохождение заняло бы, ну... Там, на час, но... И даже когда мы стояли на холме, казалось, локация эта маленькая совсем. Ого, как много следов. А это точно следы родителей? Так, надо не забывать вот про эти реки, озера. Вообще, болотистую местность, насколько я знаю. Помните прошлую серию, когда мы переплывали с Мишей? А по болоту там какие-то непонятные существа были. Посмотрите. Вы видите силуэт? Красный силуэт лиса. За ними увязался какой-то лис. Может ли это обозначать, что это опасность, которая последовала за родителями? Непонятно, неизвестно. Миша, ты где? Миша опять кушает? Что, мой родной? Что случилось? Ты где? Пойдем. Так, они пересекли прямо... Прямо пошли по этой воде. А это не вода. Это туман. А я думал, что это какой-то водоем, болото. Это туман. Так. Ну, если родителям грозила какая-то опасность, надо постараться, по крайней мере, догнать их. Конечно, я не уверен, что в этой серии мы их встретим. Но все же... Так. Здесь есть проход, но ты здесь точно не пролезешь. Мишка-то очень толстый у нас. Хорошо. Они, наверное, просто пошли в обход, я так думаю. А нам здесь придется сейчас, наверное, ввалить очередное какое-нибудь дерево, чтобы сделать проход для медведя. Вот здесь я вижу следы. Либо они шли там. Но произошел завал. Стойте, мне кажется, это вообще какой-то обход. Так. О-о-о-о! Это волк, это волк, вы видели? Это волк. Это волк. Так, я бегу обратно к медведю. Я бегу обратно к медведю. Это медведь. О-о-о, простите, это лисица, может быть? Может, та самая лисица? Она на меня охотится. Она агрится. Да, она агрится. Она пытается меня укусить. Как мне запрыгнуть туда? Так, прохода назад нету. Видимо, видимо, где-то надо бегать. Нет, здесь явно нету прохода назад. Надо искать обходные пути. Давайте на силуэт нашего медведя пойдем. Надо было бежать дальше. Или подождите, что происходит? Я не понимаю. Какая-то драка, потасовка. Я выжил. Да, кажется, малыш-херсенок выжил. Какая сцена. А, я ранен. Посмотрите, Миша все-таки помог отбиться мне от этого лиса. Или все же это был волк? Пишите в комментариях. И принес кусочек рыбки, чтобы мы могли подкрепиться и выздороветь. Невероятно. Как это мило, Боже. Вот и первая опасность, которая стояла у нас на пути. У нашего маленького рысенка. Ничего не дороже семьи. Душа рвется туда каждый раз. Боль и страх смешались в груди. Встретится ли снова сердца? Так-с. Отлично. Честно говоря, это был самый, наверное, напряженный момент из всех тех серий. Который уже есть в плейлисте ПАВС прохождения. Ну, как я понимаю, что наш рысенок выздоровел. И мы можем теперь отправиться в новое путешествие. Вот только бы заставить медведя еще лазить по этим скалам. Ведь, посмотрите, он вырос. Он, да, он стал крупнее. И мне кажется, даже рысенок немножко подрос. Ну что же, теперь я буду знать, что за нами, возможно, будет постоянно... Даже я больше уверен, за нами постоянно будет охотиться и ходить по следам эта лисица или волк. Если понравился данный видосик, обязательно пальчик вверх. Ждем следующего прохождения. Больше комментариев, больше лайков. Быстрее новое прохождение. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok